МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К юбилею великого поэта рязанцы могут посмотреть, как выглядел первый том собрания сочинений Сергея Есенина в библиотеке имени Горького. Подтянулись больше всех. Благодаря результатам горожан Россия выиграла во Всемирный день подтягиваний. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. Сегодня состоялось очередное пленарное заседание Рязанской городской думы. Депутаты рассмотрели свыше 40 вопросов, а наиболее актуальным стало принятие поправок в бюджет областного центра. На первом заседании осенней сессии депутаты рассмотрели более 40 вопросов. Наиболее важное – внесение корректировок в бюджет. Доходы и расходы Рязани увеличены на 264 миллионов рублей. Деньги будут направлены на решение социальных проблем. В частности, на развитие автодорог города пойдут 82 миллиона рублей. Еще 156 миллионов рублей предусмотрено на строительство детских садов на Михайловском шоссе и Первомайском проспекте. 6,5 миллионов рублей будет направлено на содержание светофоров, 3 миллиона 700 тысяч – на ремонт спортшкол «Золотые купола», «Юность», «Орион». На решение жилищных проблем молодых семей направят более 6,5 миллионов рублей. Главный вопрос, который предстоит рассмотреть городским парламентариям в ближайшее время – это бюджет Рязани на 2016 год. Андрей Кашаев выразил надежду, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, совместная работа всех органов власти позволит создать документ, который будет на таком же высоком уровне, как и бюджет 2015 года. Бюджет города Рязани, изменения носятся регулярно в связи с тем, что, безусловно, поступают субвенции и дополнительные средства с более высшестоящих бюджетов, то есть бюджет Рязанского, с федерального бюджета. Ну, во-первых, все, как мы и говорили изначально, когда принимали бюджет, направлено на развитие социальной сферы. Одним из главных вопросов повестки дня стала проверка полномочий депутата Рязанской городской думы Виталия Трубицына. Он победил на прошедших 13 сентября дополнительных выборах депутатов Рязанской городской думы по одномандатному округу номер 8 и сегодня стал полноправным депутатом. А накануне рязанские аграрии завершили уборку зерновых. Стало известно, что в нынешнем году труженики села собрали более полутора миллионов тонн зерна, а средняя урожайность превысила 30 сантиметров с гектара. Поздравил с успешным проведением полевых работ губернатор Рязанской области Олег Ковалев. При этом глава региона выразил уверенность, что рязанские аграрии успешно завершат все сельскохозяйственные работы и заложат хорошую основу под урожай будущего года. Рязанские же наркополицейские собрали несколько иной урожай. Оперативники изъяли две крупные партии запрещенных веществ в рамках операции МАК-2015. На текущей неделе в рамках второго этапа межведомственной оперативно-профилактической операции МАК-2015 у ФСКН России по Рязанской области возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, владевших крупными партиями наркотиков. У подозреваемых изъято 3 килограмма 690 граммов запрещенных веществ. Наркополицейские в рамках уголовного дела в отношении жителей Рязани, ранее задержанного при переноске гашишного масла, провели дополнительные оперативно-розыскные мероприятия. Как выяснилось, юноша занимался изготовлением изъятого наркотика на дачу своего знакомого под Рязанью. В результате выезда и осмотра места происшествия в хозяйственной постройке были обнаружены два пакета с марихуаной массой 3 килограмма 590 граммов. Также в поле зрения сотрудников Касимовского межрайонного отдела ФСКН оказался 34-летний житель Касимова, длительное время изготавливавший и употреблявший различные наркотики. При обследовании жилища мужчины на кухне была обнаружена литровая банка с темной густой жидкостью. Экспертиза показала, что вещество является гашишным маслом. Массой сухого остатка 103 грамма. За совершение незаконного приобретения, изготовления и хранения наркотиков в крупном размере фигурантам уголовных дел грозит до 10 лет лишения свободы и штрафы до 500 тысяч рублей. Всего за 8 месяцев 2015 года сотрудниками ФСКН России и Призанской области из незаконного оборота изъято более 70 килограммов наркотиков растительного происхождения. А дорожные полицейские сообщают подробности нескольких страшных автоварей, произошедших накануне. 23 сентября на 9-м километре автодороги Сасова-Восход Кадом 50-летний водитель на автомобиле Toyota Corolla выбрал неправильный скоростной режим, не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с автомобилем Lada Priora. В результате аварии водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир Toyota доставлены в больницу. В Скопинском районе 22 сентября под колесами пьяного водителя пострадал ребенок. Автомобиль ВАЗ-2109 сбил 9-летнего мальчика на обочине. Пострадавшего с травмами доставили в больницу. А позже выяснилось, что управляющий автомобилем 24-летний парень был пьян. Вождению он никогда не учился, а за езду в нетрезвом состоянии задержан повторно. По словам инспекторов, наказание молодого человека ждет строгое. В этот же день на трассе М-5 в Шиловском районе столкнулись три иномарки. Митсобиси, Рено и Мерседес. На ликвидацию последствий ДТП выезжали один пожарный автомобиль и три человека противопожарной службы. Мусульмане России и всего мира в четверг начнут отмечать главный праздник в исламе Курбан-Байрам. Происхождение Курбан-Байрама связано с историей о жертвоприношении пророка Ибрахима Авраама, описанной в священных текстах всех трех монотеистических религий – ислама, христианства и иудаизма. Господь, испытывая своего пророка, повелел ему принести в жертву сына, после чего, видя его твердость в вере, приказал принести в жертву барашка и отпустить сына. Согласно исламской традиции, в честь праздника каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Рязанские мусульмане сегодня собрались на намаз возле поселка Борки. Праздник Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения Идуль-Адха – самый главный праздник в исламе. Он отмечается сегодня во всем мире. В эти дни заканчивается большое паломничество хач в Мекку на святые места, где началось зарождение ислама, где родился сам пророк Мухаммад и где он проповедовал. Мы поздравляем всех мусульман с этим главным праздником – исламом. Просим и молим Всевышнего принять те жертвоприношения, жертвенных животных, которые люди приносят в жертву ради довольства Всевышнего Аллаха, чтобы приблизиться к нему. Мы молим Всевышнего, чтобы те кровопролития, которые происходят в мире, как в арабских странах, так и на Украине, в скорейшем времени прекратились, и воцарилась мир и спокойствие во всем мире. К другим темам. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения одного из величайших поэтов 20 века – Сергея Есенина. Сейчас, менее чем за две недели до 3 октября, сразу в нескольких рязанских музеях и библиотеках открылись выставки, посвященные жизни и творчеству нашего земляка. Например, в библиотеке имени Горького выставлены тома сборников стихов, выпущенных еще при жизни Сергея Александровича. Рязанская земля богата выдающимися людьми, чьи имена хорошо известны жителям России. Среди наших знаменитых земляков были и писатели, ученые, инженеры и военные. Но, пожалуй, самым известным из всех уроженцев нашего края является Сергей Есенин. К 120-летию со дня рождения великого поэта в библиотеке имени Горького открылась выставка «Еще я долго буду петь». В экспозиции представлены прижизненные издания поэта, в том числе первое собрание сочинений Есенина, подготовленное им в последний год жизни. Особенностью этой экспозиции является то, что она подготовлена не только на материалов из фонда библиотеки. Наши партнеры, постоянные и надежные друзья, музей-заповедник Сергея Есенина в Константинове и Рязанский городской музей путешественников предоставили уникальные экспонаты для этой выставки. В фонде библиотеки имеются прижизненные и первые издания, вышедшие после гибели поэта, но их очень немного. А посетители нашей выставки могут видеть достаточно большое число таких изданий. Экспозиция будет интересна не только есениноведам, преподавателям, учащимся, студентам, краеведам, но и всем горожанам, кому дорого творчество одного из лучших поэтов 20 века. Ну а теперь о спорте. Стало известно, что по итогам Всемирного дня подтягиваний Рязань заняла первое место по России. По опубликованным результатам рязанцы превзошли даже москвичей благодаря массовости и, по всей видимости, регулярным физическим нагрузкам. В общей сложности горожане подтянулись на турниках 49 706 раз. Акция по подтягиваниям, напомним, прошла в прошлый понедельник. В Рязани Международный день подтягиваний прошел на нескольких площадках. Их обустроили во всех районах областного центра. Подтянуться на турниках пришли прежде всего юные и молодые горожане. Школьники и студенты собрались на одной из самых больших площадок для воркаута возле бассейна «Чайка». Юные участники соревнований говорят, что спортсменами себя не считают. Однако они вместе проводят тренировки, составляют собственные методики, учат новые элементы и собираются в будущем выступать на спортивных и физкультурных фестивалях. До воркаута я ничем не занимался. Физическую активность особо не проявлял. Воркаут я увлекся два года назад. Понравился он мне тем, что есть разнообразие огромное в упражнениях. То есть ты пришел и что ты хочешь, что ты поделал. Мне он понравился тем, что он довольно дружный. То есть приходят все, огромное количество людей на тренировку и общаются, делятся опытом между собой. Показывают, что это друг другу. Каждый учит чему-то новому. Обычно мы в пределах 10 раз, я считаю, что это уже довольно-таки неплохо. Это средний результат 10 раз. Ну, выше 10 раз это уже, я считаю, показатель довольно-таки приличный, на хорошем уровне. Во-первых, это силовой вид спорта, и он довольно-таки популярный и в колледже, и в студенческой среде. И вот этот всемирный день, в принципе, я, в общем-то, приветствую это. Ребята с удовольствием сейчас идут на вот это мероприятие. Поскольку Всемирный день подтягиваний – праздник молодой, то и каждый год удается поставить рекорд по общему максимальному числу подтягиваний. Рязанцы не подвели. По итогам Всемирного дня подтягиваний на спортплощадке пришли 3838 человек, и они потянулись 49 706 раз. Таким образом, средний результат каждого рязанца составил 13 подтягиваний, а по общему числу наш город превзошел все остальные. В общем, жители нашего города в очередной раз доказали, что Рязань – город спортивный. Так, этой осенью в Рязани пройдет традиционный кросс-нации и Всемирный день ходьбы. 22 сентября в Рязани прошла пресс-конференция, посвященная проведению в регионе этих массовых спортивных мероприятий. Площадки для кросса-нации организуют не только в Рязани, но и в районах. Планируется, что на старт выйдут порядка 20 тысяч человек – школьники, студенты, представители власти, общественности, бизнес, сообщества и пенсионеры. Забеги пройдут по различным группам и дистанциям. Центральный старт запланирован на полдень 27 сентября с площади Соборной. Регистрация участников соревнований проводится с 22 по 25 сентября с 10 до 18 часов в здании горспорткомитета, а также непосредственно 27 сентября с 9 до 10 часов на месте старта. Также на пресс-конференции рассказали, что 3 октября в ЦПКО в Рязани пройдет Всероссийский день ходьбы. Участникам предстоит пройти 3 километра. Также в рамках мероприятия будут работать две площадки по выполнению нормативов ГТО. И это был заключительный видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев. И речь сегодня пойдет о принятых депутатами сегодня решениях. А с новостями на сегодня это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова